Я видел вас, да. Я западный украинец сам. Он как? Это очень неприятно видеть. Я даже не надеялся вас увидеть. Очень неприятно. Знаете что? Главное, это скайп. Я с таким человеком тут водопроводил? Фидис, Фидис. Ты человек, я на работе тебе нахуй речи. Скайп, главное скайп. Если по скайпу зарядите Игнатий Лапкин, вы на меня выйдете. Будь ласка, будь добра. Будь добра спрэнна. Я не спрэнна. В скайпе, скайп, Игнатий Лапкин. И мы друг друга уже не потеряем. Это рулетка. Это рулетка. А нужно вам открыть скайп. Его устанавливают школьники за 5 минут. Нет, а можно так разговаривать? Можно? Да, можно. Но мы друг друга потеряем навсегда. А в скайпе мы каждый день будем встречаться. Нет, ну я хочу просто узнать ваши, как вашу идеологию хочу узнать. Еще раз говорю, в скайпе там у меня три канала. Только на одном канала. Там все отскочено. Я в ютубе вас видел просто. Правильно, в ютубе. Но надо, в ютубе не встретимся. А в скайпе мы можем беседовать каждый день. Я отвечаю студентам на тысячи вопросов в университетах. А здесь вы общаетесь как? Ну в скайп. Зарядите скайп. Школьники, пятиклассники за 5 минут устанавливают. А здесь можно с вами общаться? Можно, но тут мы потеряем друг друга. Ну так давайте общаться сейчас. Я хочу общаться сейчас с вами. Ну давайте, говорите. Ну давайте, говорите. Ну я видел много видео вас. Много видел, но уже давно. Очень мне было приятно, как вы там озеро выкапывали. Я западная Украина сам. Западная Украина. Я всегда смотрел, как у вас там воры приходят к вашему селу. Там эти набуханные. Мы все это видели. Мы все это знаем. Я даже не мог представить, что я попаду к вам. Это просто... Вот поэтому установите скайп. В скайпе каждый день можем встречаться. Я хочу сейчас... Ладно, запомните, запишите. Скайп Игнатий Лапкин. Запишите. Запишите. Сейчас, секунду. Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин? Да, это в скайпе. А потом в википедии посмотрите, кто я. Википедия? Все, я буду знать. Википедии, Игнатий Лапкин. Все, я буду знать. Ну, я хочу сейчас с вами... Ну, давайте, говорите, что хотели узнать. Потому что я плохо разговариваю по-русски, потому что я сам украинец. Я никогда не учил русский. Я могу просто некоторые слова забываться, как это русский. Ну, хорошо, говорите. Ошибаться могу. У меня вопрос. Как вы сейчас там? Как русская власть к вам сейчас относится просто? Ну, сейчас лучше. А те годы меня держали за мешоткой. Я освободился только в 87-м году. А в 92-м реабилитирован. Да, я знаю. Я знаю. Вы рассказывали. Я это знаю. Я следил за вами. Я следил за вами очень многие годами. Но не многие, но три года я за вами следил, за вашим видео. Это все. Мы все смотрели. Потому что мы, Западная Украина, мы такие же крестьяне, как и вы. Мы очень даже глубоко крестьяне. Чем дальше украинцы? Мы Западная Украина. Вы сами знаете. Даже я не знаю. Даже не знаю, какой вам вопрос задать. Может, вы мне что-то скажете? Ну, ладно. Почему бороду греете? Хорошие украинцы. Зачем ты портишь бороду? Это вы от католиков научились. Бог сотворил человека. Дал ему бороду. Нельзя трогать ее. Знаете, я в такой ситуации, что даже я сейчас нахожусь в Чехии, в Чехии, в Европе я сейчас нахожусь. Я даже не в Украине нахожусь. Потому что с этой войной я забрал семью сейчас к себе. И я даже сам даже немного даже не уже сомневаюсь, что Бог есть на этой земле. Потому что сколько я с миротей видел, и это просто даже не укладывается в голове, что Он есть. И как вы к этому вообще относитесь, что просто люди простые? Честно, как? Бог, Бог. Да Бог что хочет. Он весь мир потопил, и все кончилось. Восемь человек осталось. Скотина вся, дети, все-все. А в Саду Мегаморье, пять окрестных городов, все сгорели. Он Бог. Он хозяин. Он бы мог жизни вообще никому не дать. А где Он Бог этот? Где Он Бог? Почему Он нас не защитит? Почему? Где Он Бог? А почему Он должен вас защищать, если вы Его не знаете? Надо молиться Богу. А меня Он защищает каждый день. Но вот этих людей, что они уже сейчас не живы, вы думаете, что они не думали о Бога? Может быть, они и думали. Может, и думали. И поэтому, если меня Господь наказывает, это означает, что он меня любит. Кого, говорит, люблю, того наказываю. А дети? А дети? При чем здесь дети? А что дети? Дети? В Российской Федерации только за перестройку 120 миллионов абортов. Почему вы не говорите про них? Не говорите про них. 120 миллионов. Нет, это в Российской Федерации. Ну да? А в Украине? А что? А в Украине? А что, меньше? Что, меньше? А в Украине? Как нет? Ну куда оно делось? Ну куда оно делось? Меньше, чем убила Российская Федерация. Меньше, потому что народа меньше. Потому что народа меньше. А вот мусульмане, мусульмане, мусульман, за 1300 лет ни одного аборта нет. Ни одного аборта нет. Но это же переписанная книга. Это же переписанная книга. Ну и что переписано? Все переписывается. Ну, она же неправильная. Нет. До одной буквы правильно. До одной буквы. Она переписанная, она неправильная. Вы про что говорите? Про какую книгу? Про Библию и про Коран говорю. Нет, я Коран не трогаю. Я говорю про Библию. В Библии ни одна буква не изменена. Оригинал. В Библии? Да. А то, что 40 человек переписало ее последний этот... Я уже забыл, как он последний этот... Сейчас, секунду. Кто последний? Ирмак. Ирмак. Что перекладывал? Да. Ярмак ее в руках не держал никогда. Что вы выдумываете? Но он же перекладывал эту Библию. Да какая Библия? Он шел, убивал народа другие. Это вояка. Казак. Какая Библия? Он в руках ее не держал никогда. Что вы думаете? Вы что думаете? Вы думаете? Ну, кому тогда верить? Кому верить, как написано в Библии? До одной точки одинаково. Небо и земля, Господь говорит, исчезнут. Но иногда йота не исчезнет. Я считал на разных языках Библию, сравнивал. Все одинаково. Ну, господин, смотрите, смотрите, отец, Библия как говорит, что земля от скольких лет существует? Никто не знает. Никто не знает. Мы знаем, сколько Адам от Адама. От Адама идет 7530 год. Какой год? 7530 год. Да, от египтянина. От Адама. От египтянина эта вера идет. Нет, египтяне никакого отношения не имеют. От евреев. Евреи это все сохранили. Это богоизбранный народ, который пальцем нельзя трогать. Гитлер за них и погиб. Дурак он тронул евреев. Ну, а послушайте, вот такой вопрос. Смотрите, я сам с Украины. Мы есть верующие, мы есть... Православные, и мы есть... Смотрите, потому что я запутался. Мы... Крестьяне. Мы крестьяне. Правильно? Вы были в Киевской Печерской лавре в Киеве? Был, был. Я проехал всю Европу, Америку проехал. У меня вышло 30 лет. Да, я знаю, я видел. А вы были в катакомбах? Был, был. Ползал там. Был, был. А вы видели, там лежат мощи святых? Да, видел. Да, видел. А вы видели, как люди целуют эти мощи? Ну, конечно, видел. Еще дальше-то. Но это же язычнество. Язычнество это. Это не крестьянство? Это не наша вера? Ну, вот такие делались. Если бы... А почему... А как вы... Кому можем... Кому можем просто обращаться, если мы к мощам молимся, а к Богу нет? Вот такого нет никого. Чтобы мощи молился, а к Богу нет. Наоборот, мощам не молятся, а только поклоняются. Ну, слушайте. А к Богу тогда не надо поклоняться? Ну, надо Богу молиться день и ночь. Мы молимся каждый день. Днем и ночь, еще через два часа. Так, все. Меня вызывают уже. Вызывают меня. Меня вызывают уже. Все. Игнатий Лапкин по скайпу. А зачем? Поглёбчай. С polluscаний.